В субботу 13 сентября ведновчане отмечали 49-ю годовщину города и 85-летие Ленинского района. По традиции праздник начался на Советской площади, по которой в яркой красочной колонии прошли представители всех структур района, делегации городских и сельских поселений. Творческие коллективы, муниципалитеты и города Москвы подготовили к этим датам незабываемые театрализованные и музыкально-хореографические композиции. На советском проезде для жителей было организовано много интересных мероприятий. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Утро субботы 13 сентября выдалось теплым и солнечным. Красочные наряды самодеятельных артистов, участников праздничной программы «Дня города» и 85-летие Ленинского района добавляли радости и хорошего настроения. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости района, который по праву может гордиться богатым историко-культурным, героическим и трудовым наследием. Успехи и достижения района – это заслуга многих поколений, людей разных призваний и профессий, коренных жителей и тех, кого привела сюда судьба. Пусть Ленинский район всегда будет благополучным и процветающим. Давайте вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы Московская область была регионом-лидером в социально-экономическом развитии нашей великой России. Около 4 тысяч человек, жители Ленинского района, собрались в этот день, чтобы пройти в праздничной колонии, показав тем самым, насколько им дорога видновская земля. У нас в шествии принимает делегация в составе тысячи человек, одна из больших, поэтому мы масштабно красивые. Мы очень счастливы, весь наш коллектив, что нашему району исполняется 85 лет, но мы считаем, что это возраст молодости, и у нашего района впереди большая, светлая, долгая жизнь, и самое главное – творческая. Все наши учреждения, наши учреждения районные, областные учреждения, все откликнулись, все, в общем-то, пришли. Ну, в конце концов, 85 лет бывает раз в жизни. Желаем всем здоровья, побольше детей, чтобы в этот день было праздничное настроение и всегда было праздничное настроение. Праздничное шествие началось под звуки духового оркестра. Ветераны, живая история нашей страны, гордость Ленинского района, открыли торжественное шествие. Каждая колонна организации восхищала тематическим оформлением. В них можно было увидеть наиболее знаковые достижения. Сегодня прекрасный праздник, 85-летие района, а в следующем году – 50-летие города. Конечно, настроение праздничное, им хочется делиться, и еще больше хочется созидать, больше делать. Огромная программа благоустройства намечена на будущий год, чтобы к 50-летию город подошел абсолютно благоустроенным, чистым и идеальным для жизни. В праздничной колонии в этот день приняли участие представители всех структур жизнедеятельности района. Для того, чтобы порадовать наших жителей, жителей района, и вообще создать хорошую, приятную, комфортную обстановку, чтобы душа играла, чтобы отношение к праздникам у нас не увидало, а только улучшалось. Чтобы просто все были счастливы, живы и здоровы. Многие видновчане в этот день заходили в храм Георгия Победоносца, чтобы поставить свечку к иконе, поприсутствовать на праздничном молебне. Мне хочется пожелать нашему городу веры, надежды и любви, чтобы с этими тремя надеждами, верой и любовью, мы устремляли в будущее, в свой взгляд и делали наш город еще лучше, и чтобы наши достижения радовали не только нас, горожан, но и Московскую область. Праздничные мероприятия Дня города продолжились на советском проезде, куда пришли видновчане с семьями. Просто супер! Есть куда сходить, отдохнуть. У нас вечер своего ребенка. В праздничных мероприятиях приняли участие и военно-патриотические клубы «Мы помним» и «Ратник». Ура! 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 Я очень довольна. И природа нам позволяет праздновать. И хочется пожелать городу Видной дальнейшего процветания, благополучия, чтобы так же было все красиво и еще прибавлялось. Дневной концерт для воденовчан открыл ансамбль русских народных инструментов под управлением Глейхмана. А торжества продолжались до самого вечера. Людмила Медведева и я, Дамя, Наталья Буслаева. Видное ТВ.